вот сегодня вечер у нас получается 11 апреля 2019 года батюшка решил нам подарить березовки у него березы большие много березовки дает за помощью на машине игоря барабаша не поедем за березовкой на свет свою поставлю подарил розовый читал мигер барабаш трудится терентием видимо это чурки грузят здесь игорь подготавливать технику пассивной ремонтирует помощью техники конечно делать большие объемы но и работы с ней много больше чем с велосипедом то перестачкой у нас елка тут можно весь принцип работы увидеть сзади что-то у них отсоединено сломано стоят комбайны видно что не первой свежести вот у нас храм он голуби постарались нет с местного да поедем за целебным соком обе радуются жизни может не было или забыл а и а и и и и и и и и вот так вот ну что это техника чисто это мы всех не знаю все нужно трудом наш все трудом и спотом наш ну да а аминь звуки у него столько сена осталось да все кормить весь апрель помидоры и помидоры поставили в теплице имейте виду мороз и все будет до 7-8 градусов до мотив все сделал я сделал смотри закрывай как-то или занеси закрывать буду все все загружайте все все загружайся Ох, крышки. Ай, боже мой Вот приехали мы на источник березового сока, вот такие березы мощные стоят. У вас две веревочки, батюшка, сделаны для удобства или для того, чтобы держала? А, не болталась? Ветр может в сторону легкую, это я прижимаю от ветра, чтобы жестко закрепить ее жестко. Чистая, как слеза. Березовый сок, у нас ее всегда звали березовкой. Ну да, так проще, а то березовый сок не говорю. Покручила дырочку, вставлен в бинтик и все, привязываем. Вторую бутылку забрать? Батюшка, это не сколько емкостью-то эти бутылки? 20 литров, да, а не бутылки? 20 литров, да, 20 литров. В общем, у нас просто полный висит. За краев. Вот такие бутылки. Мощные. В городе будут рады березовки. Никак передать не можем. Думал, вчера передать, он что-то занятый был, зяко не взял. Только до вторника, когда барабаш поняли. До вторника, ну. О, клеща снял с себя. Что? Клеща снял. У нас клеща не экологически чистая. Ну да, чистая. Я просто иду с ним на что-то сделаю. Я его помиловал, выбросил. Пускай другую жертву ищет. Я вчера одного снял с тебя клеща. Ну вот они, видишь, у нас как на новенького. У нас они местных-то почти не трогают. А вот что удивительно, был когда Никита Колесников, он, говорит, три года вот жил, вот первые три года, он, говорит, с себя ни одного клеща не снимал. Здесь? Да. А потом... Он, видишь, он хохол, украинец, а наши, они патриоты, раз когда будем связывать с этими хохлами, скажут, ну, с украинцами. А нет, что-то к нам как-то не расположены, и клещи, наверное, это... А потом, вроде, он что-то под конец какой-то его все-таки укусил там, я помню, что-то у него было там. Или не укусил, или он нашел, нашел вроде бы на себе. На память. На память, да. А мне интересно Василий, вот этот наш, как он, с той общины-то, как у него, Черепанов. Он интересно, говорит, я говорю, я вот все время пытаюсь там, чтоб головку там, чтоб не осталось. Он говорит, а я никогда, говорит, ничего не делаю, просто отрываю, да выбрасываю, говорит, а головка, она, говорит, рассосется, уйдет. Да, он вот так и делает, и я по этому опыту попробовал. А что делать, я вчера, матушка, один пил со спины, вытаскивать я не могу, у него как-то. Ну, конечно, осталось там, но я спиртом, одеколоном, сторонами залил. А что делать? Да, что делать? Если его рукой-то не мог взять, давай, где-то пинцет был, нашел пинцет, да пинцетом его. А у меня один раз случай был, он впился в ногу, но на ноге-то проще тут где-то в эту. Я это крутил-крутил, никак не мог, но я все-таки его дернул, головка осталась. Я ножичек достал остренький, давай разрезайте, достал ее оттуда все-таки. Помолился перед этим, чтобы... У нас этот Андрей дробит был, вот он ему, ему клещ впился, говорится, непристойное место. Ну вот что, что вот такое, ну что ему... Да, места мало было, да? Да. Да. Ха-ха-ха. Он так смеялись, он пошел и пошел опять, мы его так отрели. Ну, в детстве, когда с отцом пошли, отец у нас с пастухом был. Все, ну что, пять тысяч лет я уже в подпасках хранил. Вот этих плещуков мы даже и так это, как мух, говорится, отгоняем. С ним еще никогда ничего не было, чтобы кто-то заболел там, это с понятным деньгами. А сейчас какой-то энцефалит появился, как говорят. Ну, по грехам, видимо, нашим. Так, где у нас еще? Вот он, батюшка, смотрите. А ты делай вот так вот. Ты видишь, как у меня шапоги и другие штаны, чтобы были сверх шапог. А что, он у тебя сразу залазит и... Да, он и поэтому залезет. А что-то мне, матушка, как-то говорила, надо маслом растительным смазать. Да, да. Ну, как выходите из дома, так это... Растительным маслом тебя обливать. Ха-ха-ха-ха. А здесь уже нету, да? Нету, все. А где мы через воду ходили, батюшка? А это в другом. А, в другом. А сейчас я подвесу поближе бутылку эту, чтобы потом уже было унести ее. Кто-то другой поставил, да? Нет, нет. Это я на воде поставил. А мы же на первой, я помню, мы больше нас собирали, чем одна бутылка или нет? Да, да. Где-то пропустили, значит. Вот она наша сладенькая водичка. А, вот еще одна, да? А, я не могу это. Ну да, вот иногда даже эти ногти срываешь, я заметил. Снять не могу. Надо им подсказать, что они что-нибудь придумали, повлегче. А я там в лагере у себя поставил. Ну, они березки такие, в три раза меньше, чем эта береза. Если даже не в четыре. Ну, идет, но очень медленно все. Ты возле дома видишь, какие у меня березки? Видел, да. Ну, у вас же не тоньше. Ну, примерно такие же, да. Ну, так вот. Я ставлю некоторые на березке, вот с утра до вечера по полной банке набираются. А, нет, у меня так нету. Ну, хотя, в принципе, я вчера вечером забрал где-то в пятом часу перед службой, и вот сегодня поехал полная бутылка. Ну, это я уже поехал ближе к обеду. А, часа в три даже, часа в три. Ну, медленно бежит там, почти сутки в одна бутылка. Вон коршун летает уже. А коршун они здесь живут или они улетают? Ну, где-то вот с той стороны там где-то у них гнездо. Нет, я имею в виду зиму. Нет, улетают. Улетают, да? А зимой он с голоду помрет здесь. Ага. Что он будет зимой-то делать? Ну, они рано прилетают, значит, сюда. Ну, как только это. Другая птица прилетает, так вот. Мыши, когда вылазят на поверхность. Он может мышь видеть, говорит, с очень большой высоты. У него очень хорошее зрение. А там высоты, вот он падает, наверное, и он тут заметил. Да, Господь наделил его зрением. Собоих сторон называется? Да, 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 с собой. оторвалась такие казусы бывают а на том участке на том участке значит там больше должно набраться в какой дни недели начали набирать понедельник да и сколько уже набрали литров 4 400 по 100 литров день слава богу больше не 400 я только дома я 200 литров заморозил и 100 в снег закопал 300 литров только а лёшке дал 80 литров 60 литров сиськову 440 3 и 60 литров барабаша 500 уже что и пусть и у нам бы еще оставили там где-то в город а вот это вы не считаете пока еще значит это уже под 600 будет когда окончанием когда каждую это отверстие заделаю садовым варом чтобы не так больно было а в детстве тоже у нас не было этих сверху как-то ничего мы набирать на него что было посуды то не было мы ходили так пили вы вылупишь в большой березе такую чашечку вырубишь топориком и соломинки пьем немножко там домой принесем такую кружку сейчас вообще шикарному понятно сейчас так и машины и трактора все есть так а это что у нас без пробки вот это же осин кистая дабочка да осины осины береза здесь в основном осины береза это у нас вот это были раньше сады колхозные хороший сад был там яблоки такие вишня была малина крупная элитное все было но потом когда в 70-х годах деревня то разрушили все так заросло вот все такое превратилось клен все заполонил да держать да 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 ну и мама немножко остынет машинок это покорчи до за улиц нет этого так как рад у а ну а а это все кроты надежу Я сегодня там у Никита на огороде поискал, поискал тоже куча есть, не нашел, копал-копал эти ямки, нету ходов. Плохо искал, нет, но видно, что они даже прошлогодние. Вот вторая делянка. Тут уже побольше выражать. Все, 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 все. Пойдем с того, в край начинаем. Угу. Вот за ним узнают люди, что значит за труд это березовку собирать. А? Фляги сколько ты готовишь? Три. Но я потом хочу это, потому что нам фляги-то некоторые нужны будут, я потом по бутылкам разолью и заморожу ее. Ну, можно сразу, да. У меня, правда, не так много бутылок. Бутылки нужны еще. Пожалуйста, 7 рублей бутылка. Сколько угодно. Я купил сегодня все и сейчас, но у меня 40 осталось. Ну, можно взять будет, да. Водичка бежит, ручеек. У меня сапожки, к сожалению, такие длинные, но прийти можно. Вот городские люди за днем посмотрят, что за труд собирать березовку. На КТС и машина еще есть, а если ее нет, я заметил он, Алексей Устинов, там рюкзак за собой. Я возил, когда не было, я на тележке возил, приеду на тележке. Просто меньше брали, сколько для себя набрал и все. Ну да, Люба тоже набрала немножко, даже вот мне две бутылки отдала свои, там возле Дия Павла. Ну, это я и сделал. Она говорит, мне замораживать некуда делать. Верзовка, она, это такой сок, который там промывает почки. Да, он хорошо прочистит организм. Сильтрация какая проходит. Ни один фельд по-другому не сделаем. Как царь Давид говорил, я видел предел всякого совершенства. То есть, Господь все, совершенство. Как оно длинное, мощное. Вот на той стороне где-то гнездо. Вот там на верху наберется, там не видать. Где-то там подальше. На самом деле верхушки березы. Куда-туда, влево? Да, влево, там отсюда видать, наверное. Угу. Так, ладно. Ох, а здесь она просела, мимо идет. Она наполнилась все равно. Я в обед убирал, судя в обед не пошел. Устал, что-то сходил на Рыжковский, потом на Южном сходил. Ну я тоже туда поеду, мне заснять надо будет. Видеоотчет сделать. Я сегодня там на лагерном был, посмотрел. Ну там немножко подтекает на этом, на сливе. А так нормально все. Бобер не трогал эту плотину. Ну там три дыры заделали. А, заделали? Конечно. А я смотрю, что-то свежее. Я думаю, может с того года шка. Три норы были, я обнаружил три норы. Братья срочно пошли, быстренько заделали. Ну там не бобер по-видимому, там андатры наверно. Потому что дыра-то, норы такие, что... Небольшие, да? Да, бобер-то он трогал. Ну мы в том году ловили, что-то одну или две андатры мы поймали на капкан. Бобер ни один не попался, вот андатры попадались. О, вот здесь. Ага, вот так вот. Видишь, она если этого не сделает, то когда ветер... Падет ветер, она в сторону ее, это... Подбивает. Угу. Вот так она держит ее. Вот. Тут у вас что интересно, ни муравьев, ничего нету. А у меня то мухи, то муравьи там. В той стороне. Полно муравьев. Полно, да? Полно, да? Нет, сколько смотрю, все чисто идет. Да, не бывает. А вот интересно, береза они сколько примерно по высоте? Метров в уголок. Ну, что? Давай сделаем ее, рулетку возьмем, ты залезешь наверх, а я буду вниз. Ха-ха-ха. Замерим сейчас. Да мне такой рулетки не найдут. Есть у меня, 50 метров у нас. А, 50? Да. Давай, взмей. А нет, я не залезу вылечек. Ну, вот смотри тогда. Вон висит. А вот бачка одну пропустили. Вон там еще одна висит. Если бы у нее снизу были бы ветки, можно было бы залезть. А так нет. Ну, мы можем такую, что и сами выбрать. А все равно до макушки. У нас с детства игр не были, какие сейчас компьютеры-то. Сидят в мастерах. А у нас игры такие мы. По березам лазили. Какие-то городские придумывали там. Прятки, другие игры. В войну играли. У нас все игры были в войну. Ну, это понятно. Немцы, русские, красные, белые. Все, в плен захватывали. Разведка ходила. Все по-настоящему. А пытали тоже по-настоящему? А? Если кого в плен брали, пытали по-настоящему? Нет, мы не пытали. А, не пытали. А у меня детство такое прошло. У меня дядька любил очень в пластилин играть. И мы с ним поставили в пластилин. Он был за немцев, а я за русских. И я все время проигрывал. Мне так обидно было. Я бежал, потом бабушке жаловался. Бабушка, меня Валера опять обидел. Дядя Валера вот. Мы сами игры придумывали. Какие, такие игры там. А сейчас же прошлое родителям. Посадил за компьютер и все, и делай свои. Да, не мешает и все. А потом вы вырастаете. И что делать не хочешь? Ну да. Еще и бесноватый становится. Очень сильный. Сейчас телевизор. Телевизоров не было, когда я рос. Не было телевизоров еще. Охота нам было посмотреть мир. И мы с братом решили поехать. Куда сами не знаем куда. Ну куда-то посмотреть мир. Готовились мы. Глаз и меня, брат. Готовились мы. Приготовились. Все. Сухарей насушили там. Одежду. Потихоньку, чтоб никто не знал. Ну и договорились, когда вышли. Уже когда стемнялось, чтоб не видело. А дорогу знали одну до разъезда. Это мимо кладбища идет дорога. У нас как-то было так. Мы на другой конец деревни пока еще небольшие не ходили там. Ну и что мы? О! Утки пролетели. Утка летит. И что у вас там было потом? Ну что мы вышли, огороды свои прошли. До селосных ям дошли. Дальше это кладбище. Боишься, боюсь. Я боюсь идти. Вернулись назад. Все. Насмотрелись. Насмотрелись мир. Я думал все равно вырасту, когда заработаю денег. Поплю велосипед и проеду по всей вокруг земли проеду на велосипеде. Тут один тоже попытался из Потеряевки до Барнаула доехать. До Барнаула это не расстояние. Сперва он думал доехать до Урала. Две тысячи километров. Доехал и поехал, Олег. А почему бы не доехал? Но когда я доехал до Барнаула уже все. Все желание пропало. Это у тебя не было твердости духа. Плохо как бежит даже. Здесь вообще быстро все. А у вас где? Сейчас его консервируют. Консервируют. А тогда в росте не было ничего. Ни варенья не могли консервировать. Сахар не было. Сахар только по великим праздникам. Мать, по кусочку дашь. А как? Сушили наверное? А все сушили. Сушили, солили. Ягоду собирали и все сушили. Такими толкли лепешками на капустных листах. В русской печи. Капустный лист. Под это я. И все и складывали в деревянные. Такие бочоночки складывали. А зимой мать распарит. Там все распили. И так нам даст. По этой. находим ее. Грязем. Ягодку сухую. Она вкусная. Все сушили. Банок не было таких, чтобы делать. Сахар то не было. Денег то не было. В колхозе то работали бесплатно. Отец с матерью. Деньги давали в конце года. Да там. Дают то так, что. Смех. А то могут вообще ничего не дать. Зарплату дают и в это время. Полномоченный строю насобирает облигации, чтобы брали люди. На поднятие народного хозяйства. Все. Я поработал. Расписался. Облигации дали. Такие бумаги. Все. И пошел домой. Что у нас там? Так. Где у нас еще? Так. А там что? Вон бутылка. Вот это да брали. Так. Вон там еще далеко. А вон там еще через этот. Овраг то вы говорили где-то. Дальше где-то. Так. Все уже известно. Понятно. Давай. Закрывай. Иди вон оттуда. Ту принеси с той стороны. Ага. В другую пустую бутылку сходи и опростай там. Ну я понял. Хватит бездельничать мне. Да. Все уже. Иди надо работать. Все понятно. Пойму. Ну да. Это точно. Ладно я сейчас унесу убитом. И все. Слава Богу за все.